Пожар в центре города. На улице Учительская сегодня днем загорелась жилая новостройка. Жителей дома успели эвакуировать. Что стало причиной возгорания? Банные процедуры для асфальта. Там подрядчики вновь стелят дорожное полотно в дождь. В лужах оказалась магистраль, ведущая к Черноисточинску. Что ждет дорожников? На благо горожан подведены итоги конкурса «Молодой предприниматель». Одним из победителей стал активист, создающий бесплатный спортзал. Когда начнутся тренировки? Магазин «Санэлит». Все для системы отопления и водоснабжения вашего дома. Телефон 96 12 33. Компания «Русский стиль». Строительство дачных и жилых домов по доступным ценам. Добрый вечер. В эфире Тагил ТВ. Информационная служба новостей. Мои коллеги и я, Ольга Шульга. Прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. Выпуск начнем с пожара в центре города. На улице Учительская сегодня днем загорелась жилая новостройка. Жителей дома успели эвакуировать. Что стало причиной возгорания и где теперь искать пристанище по горельцам? Смотрите далее. Документы и теплая одежда. В двух мешках уместились уцелевшие вещи семьи Коноваловых. Остальные испортила вода. Потоком она налилась с крыши. Вот уже три часа кровлю безуспешно тушат пожарные. Загорелась крыша, рассказывает Ксения Коновалова. Около половины двенадцатого дня. В это время девушка как раз была в своей квартире. Позвонили по телефону. У меня просто знакомая работает напротив, муж у нее. Позвонили, сказали, что вы горите, выходите. Я говорю, конечно, очень смешно. Потом выглянула на балкон, а уже дым, балкон уже был заполнен дымом. Купили квартиру, рассказывает Ксения, в ипотеку чуть больше года назад. За это время в жилье вложили немало сил. Только закончили ремонт. В такой же ситуации оказались и жители других 25 квартир. Въехали примерно все в одно время. Дом 14А по Учительской. Новостройка. Вообще новенький домик, красивый, долго строился. Все свеженькое здесь. Все облагорожено. В прошлом году уже заезжать начали люди отделывать квартиры. Первой, рассказывают очевидцы, загорелась мансарда. Попасть туда пожарные долго не могли. Дверь была заперта. Оперативно тушить возгорание мешал и сильный ветер. Крыша горела вот с этой стороны. Все, потом я постояла, посмотрела, пошла домой. Пожарники тушили. Все, до минут 20 посидела, пошел в магазин. Все, вышел, уже начинала вторая крыша гореть. Ну, второй блок дома. Не только огонь вызвал опасения. Была и угроза взрыва. Утром, рассказывают жители, рабочие вели ремонтные работы на кровли. Использовали при этом газовое оборудование. Баллоны вовремя удалось достать. Пока предварительная причина, это либо, значит, две причины. Либо неосторожное обраничение с огнем посторонних лиц, либо это проведение огнивых работ, то есть нарушение правил проведения огнивых работ. Еще раз говорю, что минимум 10 дней дано дознание на расследование. Полностью ликвидировать очаги возгорания удалось только к 6 вечера. В это же время мэрией был организован штаб. Там решали проблему временного размещения жителей новостройки. Жилье будет предоставлено тем, кому это будет необходимо. Сейчас дом находится под охраной от вандалов. Его защищают полицейские. Ольга Шульга, Вадим Усков, Анатолий Тютин. Новости Тагилтв. Дороги вновь уносят жизни тагильчан. Накануне вечером под Николопавловском водитель Рено не справился с управлением и вылетел в кювет. В салоне мужчина не удержался, его выбросило через окно. Предварительно можно сказать, что основная причина случаев фактов подобных съездов с проезжей части, это, конечно, неправильный выбор скорости движения, несоответствие скорости конкретным погодным условиям, несоответствие скорости дорожным условиям. Спасти водителя не удалось. Скончался еще до прибытия скорой помощи. В ГИБДД отмечают, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Опасной может стать и трасса, ведущая к Черноисточинску. Аварийно ее делают дорожники. Подрядная организация «Новая магистраль» стелит дорожное полотно в дождь. Вмешались, потому что в наш адрес стали поступать жалобы от тагильчан, потому что реально в нарушении всего регламента работ было снято дорожное покрытие. Они должны были по всем нормам снимать по 200 метров, асфальтировать и идти дальше. Сняли, по-моему, порядка 12 километров. Это повысило аварийность на данном участке трассы. Ремонт дороги должны были закончить еще месяц назад, но из-за дождливого лета это не удалось. Теперь трассу стараются залатать как можно скорее. За каждый день просрочки подрядчик будет оштрафован. Но не только рублем, уверены общественники. Я уверен, что асфальт не продержится до следующего сезона. То есть частично там будут разрушения. И я думаю, что подрядчик весной будет эти все объемы переделать. По крайней мере, администрация Нижнего Тагила на этом будет настаивать. Общественники настаивают. Дорогу ремонтируют по неправильной технологии. Весной, когда растает снег. Этот вопрос обещают поднять в администрации вновь. Громкое название. ФОКу на Уральском проспекте дадут имя. Правда, какое, пока решают. Будет оно либо просто звучно, либо присвоит имя заслуженного человека. Речь об этом шла на оперативном совещании, которое сегодня состоялось на объекте. Сейчас там близится к завершению заливка фундаментов. Уже с этой недели, буквально завтра, послезавтра выйдут монтажники металлоконструкции на бассейн. Бассейн. 25-го числа к катку тоже приступает уже вторая подрядная организация монтажная. Будет монтировать металлоконструкции катка. Открыть ФОК планируют в сентябре 2015 года. А вот спортивный комплекс в районе парка Победа обещают сдать в конце нынешнего. Правда, пока некоторые работы строители выполняются с отставанием от графика. Так, на три недели задерживают устройство теплового контура. А вот монтаж, вентиляция, электрооборудование и отделка идут с опережением. Работа еще предстоит большая по восстановлению благоустройства. И, к сожалению, она тоже отстает недели на две, а погодные условия не дают нам надежды, для того, чтобы иметь возможность для маневра. Поэтому здесь будут ускоряться. Но я так думаю, что в первом ноябре должно быть выполнено благоустройство уже, скажем так, в чистоте. Налаживая дружбу, воспитанники военно-патриотических клубов сегодня делились опытом. Встретились в музее локальных войн. Переочередная цель, конечно, обмен опытом, обмен опытом работы в сфере военно-патриотического и гражданского патриотического воспитания. И, конечно, наша одна из задач – привлечь эти клубы к дальнейшему более активному взаимодействию с музеем. Пришли на встречу и юные патриоты, учащиеся 61-й и 65-й школ. Вместе обсудили организационные вопросы, как будут отмечать 9 октября. В этот день исполняется 15 лет с момента открытия памятника воинам-интернационалистам. Программа обширная, турнир по греко-римской борьбе, митинг. А также Союз ветеранов Афганистана вручит матерям, которые потеряли своих сыновей в локальных войнах, областные медали. А их медали уже нашли. На днях сотрудникам ОМОНа вручили государственные медали. Наградили за доблесть в опасной операции. Была она 5 лет назад. Что произошло в этот день, расскажет Дарья Хнычкина. Здесь находилась пожарная машина. Наш автомобиль находился чуть-чуть подальше, у гаражей примерно. Взяли пожарную лестницу, поднесли, ко второму этажу поставили. Проникли, разбив оконное стекло для эвакуации раненой женщины. Об этой операции знала вся Россия. Пять лет назад стрельба в доме на космонавтов 6 взволновала тагильчан. Напомним, с утра пьяный мужчина выстрелил в свою жену. Затем пулю беспорядочно полетели по всей квартире. Срочно вызвали наряд ОМОНа. Среди бойцов был и Евгений. Раненую жену стрелка эвакуировали, а он в это время держал оборону в другой комнате. Преступника обезвредили. Евгений вспоминает, это была его первая огнестрельная операция за 8 лет службы. Чувства страха не было такого. Был, наверное, адреналин, ажиотаж. Больше интерес. Побыстрее выполнить свою задачу. Командовал бойцами нынешний ветеран ОМОНа. Сейчас Максим Чмутов в отставке. Но эту операцию помнит, будто все было вчера. При задержании преступника он был впереди всей группы. К таким опасным ситуациям, как эта, за 17 лет службы уже привык. На днях ему и Евгению Арсланову за успешную операцию вручили государственные награды. Вот есть действительно та цель, которой ты идешь. В данном случае это локализация, обезвреживание вооруженного человека. И как бы о наградах-то особо не задумываешься. О товарищах, ну да, задумываешься. Тем, кто за тобой идут, о них думаешь. О наградах что-то как-то это, не очень. Максим Чмутов получил медаль за отвагу. Евгений Арсланов за отличие в охране общественного порядка. Вместе с ними к наградам представлены еще два бойца. Сегодня они в правоохранительных органах не работают. Но медали вручают независимо от этого. Дарья Хнычкина, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Героев будут знать в лицо. В городском центре по работе с ветеранами открыли доску почета. Стенд украсили фотографии тагильчан, получивших звание «Почепный ветеран». Сегодня каждый из вас, который расположен на этом стенде, да и очень много у нас в ветеранах в городе, есть маленькая история Нижнего Тагила, в лицах, так его скажем. Потому что каждый из вас, из этих людей, которые расположены на этом стенде, они, конечно же, приносили честь и славу нашему городу своим трудом. Многие из вас продолжают трудиться и сегодня, но немножко в другом поприще. И это, конечно же, здорово. Сейчас в городе проживают 65 почетных ветеранов. Многие из них смогли прийти на церемонию открытия. Напомним, звание «Почетный ветеран Нижнего Тагила» присваивается с 2001 года. За 13 лет его удостоены 117 тагильчан. На благо горожан подведены итоги конкурса «Молодой предприниматель». Одним из победителей стал Антон Шомин. Молодой человек уже год своими силами создает бесплатный спортивный зал для детей. Нужна ли активисту помощь и когда начнутся тренировки, расскажет Анна Хабарова. Там будет ринг и пространство, где люди будут боксировать. Мешки будут тоже там же. Там между мешками будут работать, там боксировать. Антон Шомин распланировал здесь все уже давно. Больше года он обустраивает спортивный зал для боксеров. Раньше, говорит, это было подсобное помещение. Не было ни окон, ни зеркал. Мусор отсюда вывозили мешками. К ремонту молодой человек подключил всех друзей и знакомых. Дело в том, что я сам тренер-преподаватель по боксу. И всегда мечтал, чтобы был новый зал, например, у меня, чтобы он появился именно в том месте, где нет возможности у детей заниматься боксом. Занятия в спортивном зале для детей Антон Шомин будет проводить бесплатно. Со взрослых намерен брать символическую плату, чтобы хватило на коммунальные услуги. Свою идею Антон готов продвигать на всех уровнях. Накануне молодой человек стал одним из победителей конкурса «Молодой предприниматель-2014». Все средства гранта он вложил в восстановление зала. Но и этого всё равно не хватает. Сейчас требуются денежные средства на ринг, на мешки, на стены, ну, в общем, на инвентарь. Это у нас в смете вышло, 300 тысяч требуется на инвентарь. И как бы у нас покрытие, покрытия вообще нет, это самое важное. И оно достаточно дорогостоящее. Чтобы покрыть весь зал, требуется 275 тысяч рублей, чтобы всю площадь резины застелить. Если деньги найдутся, открыть боксерский зал предприниматель хочет уже в конце года. Вы тоже можете помочь. Антон Шомин будет ждать вашего звонка по телефону. Плюс семь девятьсот двадцать два шестьсот четырнадцать сорок три пятьдесят четыре. Анна Хабарова, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагилтв. Поздравляет вся Россия. У Владимира Путина сегодня день рождения. Президенту шестьдесят два года. Четырнадцать лет назад он впервые возглавил Российскую Федерацию. Все это время отношение горожан к нему постоянно менялось. Что думают тагильчане о нем сейчас? Наша съемочная группа вышла на улицы города и узнала. Мы его поддерживаем, он делает правильно. Я Путина как человека не знаю, но благодаря тому, что показывают нам по телевидению, ну я его больше уважать стала, что ли, скажем так. Медведев опять, снова Путин назад, я его маленько разочаровалась. А сейчас в связи с Крымом и его поведение с Украиной, молодец, что он это очень политику правильную ведет. Мы его очень любим. Да пожестче надо быть, потому что на нас ездят, а мы как-то это... Ну пожестче надо, не смотреть на этот Запад, свою политику вести. Я просто одобряю политику его, которую он ведет. Хорошо, что у нас на земле есть мир. Главное, чтобы не было войны. Если и вам есть что сказать, звоните нам по телефону 4195-51 или пишите на сайт www.tgildefistv.ru Делайте новости вместе с нами. Далее вас ждут новости спорта, расскажет о них моя коллега Анна Хабарова. Всего доброго и до встречи. Магазин «Санэлит» прилагает газовые и электрокотлы, насосы, сантехническое оборудование, аксессуары, камины, печи, дымоходы, оборудование для скважин. Магазин «Санэлит» – качество и самые демократичные цены. Магазин «Санэлит». Телефон 961233. Компания «Русский стиль». Строительство дачных и жилых домов. Создаем тепло, уют и комфорт. Заключаем выгодные договора на весеннее строительство по осенним ценам. Телефон 251803. Новый тренер – новые победы. Первый домашний матч с «Дизелем» под руководством Владислава Храмых закончился для спутника и победы в сухую. На радость болельщиков первый период прошел под диктовку хозяев. Тагильчане открыли счет. Вторая 20-минутка прошла на противостоянии вратарей. Оппоненту не удалось защитить свои ворота, и бобры забросили гол. В третьем периоде сил уже не было ни у одной из команд. Несмотря на преимущество «Дизеля» по броскам, попасть в ворота тагильчан им так и не удалось. Итог матча – 2-0 победа спутника. В следующий раз наша ледовая дружина будет выяснять спортивные отношения с хоккеистами из Сарова уже завтра. Тагильские баскетболисты стали призерами зонального этапа первенства России. Он завершился в Екатеринбурге накануне. Принимали участие в нем юноши 98-го года рождения. Соревнования собрали спортсменов из Челябинской, Тюменской, Свердловской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Победителем стал прошлогодний вице-чемпион команды из Пермского края. Второе место у команды из Екатеринбурга. Лишь одну очку уступили Соболя и заняли третье место. Впереди у молодежи главный старт сезона – первенство России. Его предварительный этап пройдет в конце октября в Москве. Тагильчане сразятся в борьбе за мяч со сверстниками из Москвы, Владивостока, Волгограда и Иркутска. На этом у меня все. Главные спортивные события города смотрите завтра в это же время. Анна Хабарова, Егор Егошин, Новости спорта, Тагилтв. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова